Всем привет! Это Тэш. И сегодня у меня незапланированный обзорчик на небольшую раскраску от полиграфической компании Flyprint. Называется раскраска лошади. На самом деле она на обложке называется лошади, а на оборотной стороне написано, что называется она породой лошадей. В раскраске всего 28 страниц, 28 иллюстраций. Она на скобках. И покупала я эту книжечку на Валбересе. Купила я из чистого любопытства. Мне просто было интересно, что там за картинки. Оговорюсь сразу, я ее в своей коллекции оставлять не буду. Может быть я ее буду использовать в качестве, ну что-то типа артбука. Я просто сама люблю рисовать лошадей. И знаете, как иногда что-то типа референса бывает нужно. Сначала я хотела снять просто быстрое пролистывание в одном из включений хобби-влога. Но потом поняла, что листая эту раскраску, ну как бы есть что сказать. В общем, сейчас сами все увидите. Книжка маленького формата. В общем, какой-то человек слева, сбоку подошел и подписал. Больше я не знаю, как это объяснить. Уэльский пони. Ну, конечно, это ни разу не пони, и тем более не уэльский. Шетлиндский пони. Или шотландский, по-разному их называют. В общем, максимально упоротая картинка. И он не зря так выглядит, этот пони. Потому что здесь все в таком духе. Ну, то есть, чтобы вы понимали, это просто лошади. Никаких породных признаков, ничего похожего с отличительными какими-то чертами конкретных пород здесь мы не увидим. По крайней мере, можем увидеть несоответствующие породам какие-то эти признаки. Битюк. Ну, самая смешная, наверное, иллюстрация всей книжки. Потому что битюк – это вообще ныне уже несуществующая порода лошадей. И должна она выглядеть типа вот такого вот коня. Это Владимирский тяжеловоз. И вот битюк – это вот что-то типа того. Это был конь еще в XVIII веке выведенный, упряжная лошадь, тяжеловоз. Потом по типу него Владимирские у нас пошли. В общем, на сегодняшний день битюков нет. Ну, может, где-то есть на каких-то там отдельных конезаводах, где, может быть, пытаются, не знаю, восстановить породу и так далее. Ну, в общем, вы представляете, да, где битюк и где вот эта вот красоточка с конфеточкой. Я не знаю, она держит во рту леденец, наоборот, другой стороной. В общем, интересная такая картинка. Прикольная, мультяшная. Но вот просто вот уберите вы вот эти надписи, и все, и будет лучше. Камаргинская лошадь. По-нормальному эта порода называется либо Камаргу, либо Камаргская лошадь. Ну, может быть, Камаргинская, может быть, тоже кто-то так говорит. В общем, эта лошадка вот такая. Эта лошади живут во французской провинции Камаргу. Живут они преимущественно на болотах. И они такой полуодичавший образ жизни ведут. Полуодичалый, не знаю, как правильно сказать. В общем, тут хоть что-то, кстати, похоже на эту породу изображено. Вот еще один вариант. Вот они как раз на болотах пасутся, эти лошади. По большей части они белые. Насчет канадской лошади вот этой тоже большой спорный вопрос, потому что среди известных канадских пород есть канадская пастушья лошадь и канадский местный пони. Это не похоже ни на то, ни на другой. Здесь явно тяжеловоз. Я предпочитаю думать, что это абстрактный тяжеловоз, которого подписали канадским. Тракенинская. Очень известная лошадь, немецкая порода, спортивная. Если вы когда-то смотрели или будете смотреть иконные соревнования, то все прыгуны в основном немцы. И там очень много среди них тракенинских лошадей. Пинта. Пинта это тоже отдельная песня. Вот это пинта. Это американская лошадка. Такая стандартная, обычная, теплокровная. И пинта она называется благодаря своей окраске. Это любимые лошади индейцев были всегда. Здесь от пинта ну как бы ничего. Это можно сказать набросок араба. Набросок. Вот это вот стиль, вот это выбревание грибы вот в этом месте. Это как раз присуще арабским лошадям и ахалтикинским. Им обычно так делают, чтобы подчеркнуть красивый изгиб шеи. Ну в общем, если это пинта, то хотя бы автор должен был наметить узоры окраса. Казахская лошадь. От всех остальных ее отличает исключительно упряжь. То есть что в ней казахского, я не знаю. Просто вот почему она казахская, я не знаю. Цыганская упряжная. Вот, кстати, цыганская упряжная лошадь, которая еще называется тинкер. Она, ну, может быть, может быть немного похожа, но она тоже должна быть а-ля как пинта. Вот так вот раскрашена. У нее большие-большие отметины. Она пегая с крупными отметинами. Здесь, опять-таки, не указан ее никак окрас, никак не подсказан. Ну хорошо, будем думать, что вот это сошлась картинка. Лошадь породы хакны. Это очень известная в Англии лошадь. Поскольку здесь она изображена в портретном виде, то здесь нельзя никак понять, по экстерьеру ту породу изобразили или опять наугад что-то подписали. Поэтому это не имеет смысла обсуждать. А халтикинская. Еще один прикол прикольный. Потому что, во-первых, опять-таки, портрет, по которому не видно каких-то моментов экстерьера, во-первых. А во-вторых, если вы посмотрите в интернете просто ради интереса ахалтикинскую породу, то вы поразитесь, насколько это красивая, изящная лошадь. Она больше на птицу похожа, чем на лошадь. Это очень красивое животное, очень узнаваемое, очень необычное. И вот то, что изображено здесь, это совсем не ахалтикинец. Обычно ахалтикинцам даже гриву состригают, потому что либо плохо растет, либо вообще не растет. Если плохо растет, то это выглядит некрасиво. В общем, такие особенности экстерьера. Кладрубская порода. Есть такая порода. Кладрубер. Но даже вот если вот так смотреть, абстрактный портрет. И здесь довольно, опять-таки, тяжелая такая лошадка. Это упряжная лошадь. И здесь совершенно не видно, чтобы она была упряжной. Ну, в общем, как обычно, здесь что-то свое изобразили. Арабское. Ну, вот это самое смешное, что есть в этой книжке. Кроме, наверное, кроме вот этого битюга. Это, наверное, второе по смеху изображение. Потому что художник у нас тут написано Кравчук С.В. Вот в этой книге здесь такой фамилии нету. Кравчук С.В. Может быть, человек поменял фамилию. Может быть, еще что-то. В общем, здесь перечислено много фамилий, много имен. Чьи иллюстрации использованы в этой книге. Но вся фишка в том, что это издательство 2018 года. И здесь никакого Кравчука, он или она, кто бы он ни был, здесь его нет. Ну, получается, что если единорогу убрать рог, то получится арабская лошадь. Ну, так нельзя. Ну, уж если вы рисуете породы лошадей, арабскую лошадь – это самая простая порода, которую можно нарисовать узнаваемо. Алтайская лошадь, терская. Есть терская, алтайскую я, если честно, не знаю. Но ни та, ни другая не производит впечатление породистых каких-то коней. Опять-таки, просто обычные изображения, в которых нет никаких отличительных черт. Гнидая. Видимо, автор подписи решил, что это отдельная порода. Гнидая – это масть лошади, проще говоря, коричневая. Это гнидая. Но здесь она вынесена почему-то как порода. Вятская лошадь. Судя по всему, вот эта вятская лошадь. Потому что это более-менее похоже на такую вот обычную лошадку, которой и выглядит вятская. Вот это, видите, да, это плагиат на рисовку из мультфильма «Спирит». Просто вот это вот плагиат, вот этот жеребенок. Сама вот эта кобыла еще куда ни шло. Ну, глазки ее выдают, да. А вот жеребенок, ну, просто вот не очень-то он и вятский. Опять Камаргинская у нас тут. Это третий прикол. Третий прикол. Вот нам уже один раз нарисовали Камаргу. Назвали ее Камаргинская. И вот второй раз, чтобы вы не забыли, что есть такая лошадь, нарисовали вот такую вот. Ну, тоже ведь это, извините, такая слабая пародия на диснеевских коньяк. Там, я не знаю, 101 долматинец. Помните, был такой конь, там, капитан на ферме стоял. Ну, в общем, и прочие-прочие вот эти старые диснеевские мультфильмы, в которых лошадь такая, такая потрепанная жизнь встречается. Вот это вот на нее пародия. Булонская. Булонская. Ну, это вот «Привет, маленькие пони», да, с картинками на крупу. Вообще, Булонская порода – это тяжеловоз. И вот есть картинка Орденского тяжеловоза. Он выведен от Булонского. Так что Булонская порода – это явно не маленький пони при всем желании. Першерон. Пара же, ребят. Думайте, что это Першерон. Американская верховая. Не знаю, я не сильна в скульптуре, но это явно какая-то изображена скульптура, срисовка с этого. Сама по себе американская верховая, кстати. Кстати, тоже очень примечательная. Ее тоже ни с кем не спутаешь. Она еще по-другому называется «Садли Бретт». Это конь, похожий на зайца. Вот просто вот по своему экстерьеру. Очень высоко задран хвост. И я вам рекомендую посмотреть в интернете соревнования именно американских верховых лошадей. У них есть особые виды алюров. Они очень интересно бегают, высоко задирают ноги, когда идут рысью. Это прям целое соревнование есть по породным алюрам. Очень интересно. Я смотрела, мне понравилось. В общем, посмотрите. Американская верховая. Американская миниатюрная. Опять-таки, жеребенок нарисован. Американская миниатюрная. Тоже очень известная лошадка. Называется она еще «Фалабелла». В последние годы ее показывают очень часто по телевизору. Вы ее 100% видели. Вот она крошечная. Это американская верховая. Она как упряжно используется. Господи, верховая миниатюрная. Верховая как раз из нее не выйдет. Вот она на фоне нарциссового поля, как здесь написано. Подпись к фотографии. Миниатюрная фалабелла. Вот здесь у нас просто жеребенок. Якутская лошадь. Честно говоря, не знаю, есть ли какая-то отдельная порода якутских коней. Не встречала. Может быть и есть. Но тоже не знаю. Лепецанская. Лепецанские кони самые известные. Это лошади, работающие в высшей школе верховой езды. Про них куча документальных фильмов снята. Просто старейшие кони заводы. Их содержат и разводят. Лошади представительского класса. Рождаются жеребята темные, потом светлеют. Это породный признак. Сидеют. Это у меня какая-то старая вырезка из журнала. Тоже в книге хранится. Лепецца. Лепецца. 1580 год. И разводятся они на знаменитой ферме в Лепецце. Ну, не только, на самом деле, не только в этом городе. Ну, с лепецанской могу согласиться, что как-то особенно каких-то отличительных черт породы, наверное, сложно. Так вот изобразить на бумаге. Но можно изобразить было бы лепецанскую с характерными движениями. То есть здесь она просто идет жизнью, да. А если изобразить ее, например, с испанским шагом или в прыжке знаменитом, то тогда сразу будет понятно, что это за лошадь. Шайр. Вот шайр более-менее узнаваем. Но шайр, наверное, самый известный тяжеловоз. Вот, наравне с Клайдесдалем. Которые, да, вот действительно, они такого плана. Тяжеловозы. Что Мезинское, что Дестре. Я не знаю таких лошадей. Может быть, они и существуют. Но я не знаю. Здесь у нас явно тяжеловозы изображены. Или что-то типа фриза. Ну, то есть какие-то упряжные лошади. Не могу ничего сказать про это. И Альтер Риал. Так, португальская лошадь. Родственник андалузской породы. В общем, такая тоже довольно красивая. Но редко упоминающаяся. То есть такая она не самая известная. Тот же андалузец намного известнее. Но что у нас тут нарисовано? У нас тут опять привет спирит. Ну, просто натуральнейший спирит. Просто вот из мультика. Так что раскраска может быть интересная для детишек. Ну, или так вот, чтобы потренироваться. Но совпадения по породам здесь никакого. Просто никакого. Решила показать, потому что нигде ни у кого пока еще не видела такой книжечки. Ну, и в общем, на всякий случай просто вас предупреждаю, что если будете такую книжку себе покупать, раскрашивать, не обращайте внимания на породы. Здесь они написаны от балды. Вот такой у меня был маленький обзорчик. Надеюсь, вам было интересно. Может быть, полезно. Спасибо вам всем за просмотр. Хорошего вам настроения и удовольствия от творчества. Надеюсь, до скорых встреч на канале. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok